приветствую вас друзья с вами варчик это новостной выпуск под этим видео можете писать свои никнеймы случайным образом выберу трех победителей по 500 золота и в следующем видосе покажу их и они получат свое золото поэтому не забывайте подписываться ставить лайки и писать свои никнеймы в комментариях комментарии должны быть больше пяти слов на для начала поговорим про огнеметы с девятого числа стартует у нас линия фронта и в ней не будет огнемета поскольку они не оптимизированы настолько насколько нужно в этом бою на фоне в котором я на прожета на пресс-аккаунте беру три отметки я встретил бою огнемет который мне прекрасно выжигал fps этот реплей я отправил разработчикам также еще сделал отчет и гейм чек в лаунчере есть такая возможность установить гейм чек просканировать свой клиент игры получится у нас такой отчет файлик его можно в центре поддержки отправить разработчикам также туда прикрепить реплей чеки или скриншоте ки чтобы помочь разработчикам оптимизировать огнеметы я это уже сделал как это рекомендовалось в новости на сайте поскольку хочу чтобы наша игра была оптимизированная поэтому я не против помочь разработчикам раз они попросили эти отчетики пускай они будут это не так уж много времени занимает тем более мне огнемет на основном сервере понравился намного больше чем на тестовом поскольку они фармят намного больше поэтому смысла играть на них тоже больше ну и как я предполагал очень быстро игроки научились играть против огнеметов поняли уже куда им стрелять что с ними делать конечно не все но некоторые уже догадались что с этим монстром делать также в линии фронта еще помимо того что там не будет огнеметов еще можно будет в наградах получить экспериментальное оборудование нам его в игре добавили и чтобы его прокачивать улучшать нужно ломать экспериментальное оборудование чтобы получать там шестереночки из-за них прокачивать другое экспериментальное оборудование то которое вам надо но вот ломать особо нечего поэтому и улучшать не за что и чтобы переставлять второго и третьего уровня экспериментальное оборудование нужны опять же эти шестереночки а где их брать если поступление экспериментального оборудования нет ниоткуда и вот наконец-то добавили я так понимаю в следующем боевом пропуске и в линии фронта можно будет получать эти экспериментальные оборудования ломать их улучшать те которые вам надо переставлять с одного танка на другой и так далее. Я думаю, что конечно пока что не сильно обильно этим завалит нас, но посмотрим как оно будет. Есть танки на которых очень сильно требуется экспериментальное оборудование, там где закалка совмещена с компоновкой допустим на 279 ранний очень сильно просится такое оборудование, поскольку там закалку ставишь и все равно твой танк по КД взрывается ломается боеукладка и так далее. А так ты ставишь экспериментальную закалочку и у тебя вроде как и боеукладка на орбиту не взлетает и хп все равно у тебя прибавляется на двух стульях в общем сидеть можно также еще это касается объекта 260, который постоянно горит в лоб даже бывало у меня по несколько раз за бой там тоже это оборудование очень хорошо себя показывает и танк у меня просто вообще перестал гореть, когда я катал с таким оборудованием. Есть танки которые прям, это оборудование создано для них. Ну и помимо этой закалки там есть еще и остальные оборудования которые тоже направлены на всякие там улучшения. Я бы не сказал, что это прям супер востребованное и обалденное оборудование на все-все-все танки, но для некоторых танков это лучший выбор. Если подумать своей головой, можно найти место где это оборудование идеально становится. Поэтому я считаю, что это неплохая награда, если применять ее с умом. Также вот у нас с 7 числа заканчивается 10 сезон боевого пропуска и там можно получить одно розовое оборудование за три жетона. На один сезон один раз можно такое оборудование получить, поэтому если вы его за три жетона не получите, вы просто его пропустили и не получили и больше не получите в магазине за жетоны боевого пропуска, там помимо танков вниз листаете и внизу там и резервики есть какие-то и собственно говоря это оборудование. Один раз одно оборудование можно взять за три жетона и все. И потом все это оборудование пропадет оттуда. А если вы до конца этого боевого пропуска не успеете взять, то оно просто пропадет и вы его больше не возьмете. Но опять же это три жетона, нужны они вам или нет, или вам лучше оборудование. Я допустим вот взял оборудование. Как раз на огнемете я взял компоновку розовую, потому что у меня ее не было вообще ни одной на аккаунте розовой компоновки и на огнемете она нужна, поскольку танк часто горит. Как раз я огнемет получил и компоновку получил, сразу туда все поставил и танк не будет у меня постоянно гореть. Я думаю вы в рандоме встречали огнеметные танки, у которых огонек почему-то не с той дырки идет и они сгорают. ХП у них не сильно много, брони конечно много, но вот когда ты с большой альфы даешь ему тычку и он загорается, то можно практически с одного выстрела его убить. А все потому, что у них очень сильно критуют собаки. Поэтому имейте в виду. Также еще на EU закончились у нас тестирования в разведке боем случайных событий на карте и разработчики World of Tanks сообщили, что в конце осени улучшенная версия случайных событий на картах уже будет у нас в игре. На каких картах и какие именно события еще не решили, я думаю, что там улучшат это все, соберут там статистику, все обработают и будет понятно. Почему я это рассказываю? Поскольку и наши разработчики на RU-регионе тоже заинтересованы в этих случайных событиях на карте, я думаю, что в районе конца осени и у нас что-то с этим начнется какая-то движуха. Разработчики LEST на стриме тоже проявляли заинтересованность к этим случайным событиям. Поэтому я думаю, что у нас они тоже будут. Что это за случайные события, если вы не знаете, то, допустим, совершенно в случайное время на миникарте показывается какая-то опасная зона и, допустим, туда падает дирижабль большой и там куча обломков и меняется немного структура карты. Появляются новые укрытия или добавляются новые какие-то проезды или наоборот закрываются. Или, допустим, самолет упал или мост взорвался или там какой-то корабль в бухту врезался. В общем, добавляются какие-то такие вот события, которые меняют геймплей на карте. Я так понимаю, и визуально это доработают и предупреждение о том, что сейчас какое-то событие будет визуально тоже будет видно более в лучшем качестве и лучше видно будет. Но мы-то на RU-регионе вообще, в принципе, это еще пока что не видели. Я почему-то EU-аккаунт восстановил и EU-клиент вот только сейчас и пропустил этот тест. Как раз когда он закончился, я вот EU-клиент себе установил. Но я так понимаю, еще летом будут тестироваться ночные карты и вот это я вам уже, наверное, с EU-серверов по стримлю покажу, как будут выглядеть ночные карты. Я, в принципе, не сильно в них заинтересован, но мало ли они меня удивят и оно мне понравится. Я не знаю, это только визуально ночные карты будут оформлены, или еще и геймплейно как-то это обыграют, я не знаю. Посмотрим, если это будет тестироваться где-то там, я вам это покажу. Также не забывайте про табель-календарь. В этом месяце он тоже работает, можете заходить каждый день, клацать на сайте в календарь и получать свои награды в клиенте игры. В этом месяце я чуть чаще вспоминаю про него, чем в прошлом. Но все равно мне почему-то с клиента игры было бы удобнее заходить на сайт, чем с сайта в игру. Поскольку я в первую очередь в игру захожу, а потом уже на сайт, а не на сайт потом на игру. В принципе, такие вот новости. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok